Здравствуйте, меня зовут Петренко, Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект, изучая ПЛК-контроллер, электронику и электротехнику. Сегодня продолжим наше знакомство с ПЛК от конструкторского бюро Агава. Это ПЛК-50. И давайте продолжим написание программы. В прошлом видео мы написали программу для измерения температуры и влажности с помощью датчиков с Алиэкспресс, работающих по интерфейсу RS-485, протокол Modbus RTL. Здесь мы измеренное значение преобразуем в тип REL и отображаем температуру и влажность с дробной частью. Здесь мы создали устройство Modbus RTL. Это у нас сетевые настройки. Здесь у нас поставили галочку автоперезапуск и два подчиненных устройства, то есть датчики с адресом 1 в сети Modbus RTL и с адресом 2. У нас есть инструкция на датчике и в инструкции сказано, что если старший бит не установлен, то у нас, что мы имеем в виду не установлен, то есть он равен false, ложь, то мы высчитываем значение температуры. Следующим образом значение из регистра нулевого мы преобразуем в тип REL и делим на 10. Если у нас датчик измерит отрицательное значение температуры, то мы должны использовать вот эту вот формулу. И давайте сейчас реализуем данную задачу. Как мы поймем, что у нас отрицательное значение температуры? Поймем, что если у нас старший бит регистра температуры нулевого регистра равен единице, то значение температуры отрицательное. И давайте теперь реализуем программу. Здесь мы сделаем отступ и пропишем следующее. Если, воспользуемся условным оператором Если, у нас значение температуры переменная датчик температуры 1, старший бит установлен в единицу. Вот Codasys нам позволяет достаточно легко обратиться к битам переменной с типом слова, то есть нам достаточно поставить точку, и старшим битом у нас будет 15 бит. Если старший бит установлен в единицу, то есть трое, то выполним ту функцию, которая описывается в инструкции. То есть вот эту. Вот эти вот математические вычисления. Иначе else мы выполняем вот эти математические вычисления, которые были ранее нами прописаны. И завершаем условный оператор. Endif. Здесь мы скопируем вот эту вот часть. копировать и вставим. То есть у нас значение датчика температуры 1 мы преобразовали в тип Rio. Следующим шагом мы должны произвести вычитание согласно инструкции, отнять 65536. Секунду. Отнимаем вставить и поделить на 10. Для того, чтобы эта инструкция выполнялась правильно, давайте расставим скобки. Расставим их следующим образом. Сначала мы производим операцию вычитания. То есть мы преобразуем переменную датчик температуры переменная данная подключена к каналу MatBusterTool. Этот канал у нас считывает нулевой регистр с датчика. Мы расставляем скобки. Так. Сначала производим вычитание и только потом производим деление. компилируем проект и давайте проверим насколько правильно мы производим эти математические вычисления. Объявим переменную. Предположим эта перемена у нас будет с именем тест и тип этой переменной в ворд. Так же как у тех переменных в которых мы сохраняем прочитанные значения по протоколу MatBusterTool с датчиков температуры. И временно сделаем следующее. Здесь скопируем здесь ставим переменную тест здесь также у нас будет переменная тест и здесь будет переменная тест проведем компиляцию ошибок не обнаружено и загрузим программу в контроллер и так программа загружена теперь мы скопируем из примера значения то есть если у нас датчик пришлет нам значение 65424 это должно соответствовать минус 11,2 градусов цельсия давайте вернемся к проекту и значение переменной тест введем это значение переменной тест окей отладка записать значение и видим что у нас значение температуры минус 11,2 если переменная тест скажем будет у нас имеет значение 300 окей отладка записать значение то это будет равно 30 градусам цельсия то есть у нас математические операции выполняются правильно сейчас у меня нету возможности поместить датчик в отрицательную температуру поэтому мы сделали проверку с помощью переменной тест а нашу переменную датчик температуры 1 копируем переменную ставим ее на место переменной тест переменная тест нам больше не нужна поэтому мы ее удаляем из программы произведем компиляцию компиляция произошла успешно можем сохранить проект ну и давайте просто скопируем этот код программы для датчика с адресом 2 в сети MatBus RTU так вот здесь у нас значение влажности для датчика номер 1 это мы удалим и вставляем дальше здесь единичку меняем на двоечку говорим о том что мы здесь работаем с датчиком с адресом сети номер 2 на самом деле все это можно будет проделать с помощью функциональных блоков либо организовать программу которая будет похожа на объектно ориентированный языки программирования если датчиков очень много то можно использовать массивы и воспользоваться циклом for но об этом я уже буду рассказывать в других видео а сейчас мы будем шаг за шагом идти от самого простого к сложному и так проверяем здесь у нас переменная датчик температуры 2 переменная датчик температуры 2 датчик температуры 2 тип real и здесь все то же самое производим компиляцию сохраняем проект и загружаем проект контроллер теперь согласно инструкции к датчику мы прописали программу таким образом что у нас отрицательное значение температуры тоже будут отображаться корректно и в следующих видео думаю сделаем отображение значения температуры и влажности на дисплее то есть это контроллер полка 50 у нас имеет цветной сенсорный экран у меня модель с 10 дюймовым экраном с веб-визуализацией то есть вот здесь можно выбирать ставить флажок и выбираем какой контроллер мы заказываем и я еще ставил флажок что будет свеб-визуализация функция стоит полторы тысячи но она дает много интересных возможностей ну а на этом наше небольшое видео завершаем спасибо